Слабожанщина Войдем в парк. Входной стенд с картой парка поможет в нашем исследовании. Что ж, в добрый путь по неизведанным тропам. На территории Харькова издревле уже существовали поселения первобытных пращуров. Это первая площадка парка. Здесь вы можете присесть и заказать экзотическое блюдо из доисторических мамонтов. И на след отюхи. А это след пещерного медведя. Перед вами жилище первобытного охотника. А для вас это элитный экзотический гостиный номер. Добро пожаловать! Первобытные фрески и шикарный уютный интерьер. Технически номер совершенно оборудован. Плазма, душ, туалет и прочие сопутствующие к гостиничному номеру. Комната на несколько человек. Здесь можно отдохнуть и заказать ужин, который вам доставят из кафе-парка. Приятного аппетита и впечатлений! На стендах история родного края. Нимите душ с дороги и посетите ночной парк. В таинстве ночи звуки ночных птиц и хищников. Ну пусть вас не пугает эта имитация. А на карте парка дальше следуют древние поселения. И мы последуем туда. Здесь прямо на пеньке можно присесть и отведать шашлык из первобытной дичи. Древнее поселение, состоящее из примитивных землянок, это тоже гостиничные номера. Зайдем внутрь. Пещерный человек обживается. Обзаводится необходимыми предметами быта. Полочками разными, холодильником, плазмой. Но спит еще на каменном ложе. С подогревом, правда. Ну и прочие удобства рядом. Следующее жилище уже с деревом. Огонь дает свет и тепло. Главное место в таком жилище – это большая печь. Она печет и кормит, и спать уложит. В номере печь и пол с подогревом. Согреться можно и домашним первачом, и казацкой щедрой закуской. А история казачества на стенах. Вы узнаете, кто такие геты и гетман, как они попали на сечь, кто такие казаки, жившие на этой территории. Отдохнете, развлечетесь и многое узнаете. Следующее жилище или номер – дом работящего сельского труженика. Тут светло, тепло, достаток и уют. С подружкой на печи или за рюмкой чая Здесь можно хорошо провести время. Душевая рядом. Такими жилищами богат гостиничный двор парка Слабожанщина. Вам здесь рады, вас здесь ждут. А на улице и кулеш, и жаркое. Можно самим приготовить, а можно заказать прямо здесь. А можно и дальше идти. Следуем по карте. Летняя площадка у Топтыгина. Сначала Мишка Топтыгин жил в пещере. Это потом он обзавелся берлогой. Об этом мы узнаем со стенда. Мы приглашаем на кухню Топтыгина. Отведать медовухи. И закусить, конечно. И холодного напитка. Клетки Мишка может быть настоящей. Взятой на прокат. Например, на какое-то время брать его из зоопарка. Или медвежонка. Или переодетый в забавного Мишку Актер. А у нас следующее место на карте у Дракона. Место таинственное и загадочное. Здесь собирается нечистая сила. Покушать всякой всячины. И выпить всякого зелья. И она гуляет целую ночь. Но мы погуляем вместе. А можно следовать дальше. Навстречу новым приключениям. Это мультплощадка. Готовы смотреть на смешную походку. Он русский медведь. Но не любит он водку. Он мед только глушит. И нет человека, кто скажет, что хуже он. Халка и Шрека. Хорошо живет на свете винний пух. Оттого поет он эти песни вслух. Этих мультгероев хорошо помнят мамы и папы. Бабушки и дедушки. Механика оживит забавные персонажи. Сложного тут ничего нет. И парка такого тоже пока нигде нет. Идем дальше. И попадаем на поляну сказок. Где чудеса и леший бродят. А так же проживают другие сказочные персоны. Можно посетить бабку Ёжку. Проехать на самоконной печи. Промчать мимо сказочного дуба. Который раньше рос у лукоморья. Подкатить прямо к Горынычу и поздороваться с Лешем. А на костре испечь сказочные картошки. Снова механика оживит сказочных героев. И превращает реальность в волшебство. Прочитаем мудрые советы на камне. И махнем к чистым прудам. А тут поселилась золотая рыбка. Это не помешает вам искупаться. И с удовольствием попробовать ухи из этой рыбки. Можно проведать Аленушку с козленочком. Это детский бассейн. Где так же имеются элементы механики и звукодинамики. На территории поляных сказок находятся торговые палатки. С детскими игрушками и сладостями. Подойдем к детской площадке. С водяным и царем на лягушках. Легкая музыка перекликается звучанием различных водопадов бассейна. А можно покачаться на лодочке. Рыбы, понятно, здесь нет. Но сымитировать ее наличие можно. А рекламный щит кафе Слабожанщина ждет и угощает всех осетриной и белугой. Это строительный фрагмент большого искусственного озера. Который превратится в зону отдыха и развлечения. Чистые пруды. А когда сумерки окутывают землю, вас ожидает чудная ночь и костра. А если двигаться дальше, мы попадаем на территорию летописного князя Игоря. Князь Игорь шел по земле Харьковщины. Посмотрим полностью всю карту парка Слабожанщина. Ничего не забыли посетить? Здесь в целом и в мелочи подробно представлена история и славянские сказы и сказки. Смотрите, исследуйте, читайте. В буклетах все собрано, упорядочено и иллюстрировано. Фото и видео, которые можно также заказать у рекламной палатки или по телефону, указанному в буклете, дополнят ваши впечатления. Пора посетить пункт общественного питания – кафе Слабожанщина. По праву это заведение является изюминкой парка с вычурной мебелью, с замечательной сервировкой и вкусной домашней едой. лёгкими закусками и горячими блюдами. Мало того, вы сами в печи сможете приготовить для себя многое. Интерьер кафе выполнен в рустикальном стиле. Интерьер заведомо составил. Балки, поверхности и плоскости, каменная кладка с потертостями. Поэтому создается впечатление, что люди в нем жили веками. Очень напоминает это жилище племени древних охотников, проживавших здесь на нашей Слабожанщине. Тяжелые предметы и мебель словно вобрали в себя время и сохранили голоса, которые мы и слышим с прошлого. Основная пища готовится на кухне, где современное оборудование. Любые несовершенства поверхности могут иметь налет старины. Подходит устаренная мебель, словно вырубленная топором, и металл с патиной. Но не ржавеющая сталь и пластик. Кладка неровная и грубая. В центре зала огромная печь. Она более бутафорская, хотя функциональна. Это на ней и со двора, и изнутри посетитель может приготовить для себя блюдо. Можно и взобраться на теплую печь. За грубой барной стойкой кухонная утварь и аксессуары. Тут тоже декоративная малая печь. Кухонная утварь и аксессуары. Кухонная утварь и аксессуары. Кухонная утварь и аксессуары. Посредине зала огромный стол для посетителей. На втором этаже помещение для VIP-персон. Небольшой спальный номер. Освещение на мощными балках. Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, имеется душевая, туалет и подсобное помещение. Прогулку по парку можно закончить на природе. Восседая на экзотическом стуле и прослушивая певчие звуки природы. Воспроизводимые через динамики. Да, на центральном стенде парка, как и на прочих, идет рекламное упоминание, что парк Слабожанщина от создателя аквапарка Джунгли, который известен не только в Харькове, но и за его пределами. Это привлечет посетителей. Словом, парк обречен на успех. Ну, вот и все. Продолжение следует...